Гостями 12-х сытинских чтений стали более 50 участников, в том числе из-за рубежа. На краеведческом форуме выступили ученые из Казахстана и Узбекистана. Много было участников из Москвы и Санкт-Петербурга. Это ученые, социологи, историки, литературоведы и культурологи. Это крупнейший и наиболее квалифицированный форум исследователей по историографии и сочниковедения Среднего Поволжья. Сытинские чтения достаточно авторитетные издания. Можно только рассыпаться в комплиментах устроителям этих серий за достаточно продуманную организацию. На конференции обсудили самый широкий круг вопросов, связанных с социокультурными, историческими, краеведческими точками зрения в изучении истории нашей страны на примере Ульяновской области и Поволжье. Особенностью этой 12-й конференции станет круглый стол, очень большой, солидный, в котором музейные педагоги встретятся с преподавателями истории. Я думаю, всем очевидна тема. Мы будем говорить об историческом и патриотическом воспитании наших детей. Вот это, пожалуй, отличает нынешнюю конференцию от всех остальных. Это новая для нас тема. Основная тема 12-х сытинских чтений – историческое перепутье города и губерния между Российской империей и Советским Союзом. Однако участники представили свои исследования, которые касаются обширного периода, начиная с 17-го века. Меня до советской истории больше интересует. Но это, безусловно, тоже очень интересный период истории, потому что столетие в этом году создания Советского Союза. Но мы, опять-таки, у нас, собственно, тема доклада, начиная с 17-го века, с возникновения нашего города. Как обычно бывает. То есть мы задаем тему, но у нас самые разные темы. Напомним, что история сытинских чтений начинается с осени 2002 года, когда на научном совете Музея-заповедника Родина Ленина было принято решение проводить научные конференции, посвященные памяти ульяновского ученого Сергея Львовича Сытина. Он внес большой вклад в создание, становление и развитие Музея-заповедника и оставил после себя много учеников. Для меня сытинские чтения – это возможность, прежде всего, встретиться, как бы еще раз обратиться к светлой памяти этого замечательного ученого, очень скрупулезного, очень настойчивого и невероятно талантливого и очень переживающего за свое дело преподавателя. Как отметили организаторы конференции, все материалы 12-х сытинских чтений будут опубликованы в сборнике, который выйдет в следующем году. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.